Бильярд сегодня является одним из самых умиротворенных видов спорта. Ведь это сочетание мягкой работы рук и интеллекта. Ограничений здесь никаких нет, а посему это идеальный вариант для спортивного развития людей с ограниченными возможностями. Во Владивостоке вот уже несколько лет подряд инвалиды со всего Приморья встречаются на краевом бильярдном турнире. Мероприятие сегодня плотно вошло в график местных соревнований. Вообще это уже седьмой раз мы проводим, то есть турнир уже традиционный. И участвуют у нас взрослые с поражением упорно-двигательного аппарата. И дети точно в этой же категории приезжают люди со всего края. И в этом году, кстати, у нас присоединилась женщина с Кировки. То есть такая вот молодец. И с Арсеньева ребята есть, и с Артема. Турнир проходит по олимпийской системе. Здесь все строго. Мужчины играют русскую пирамиду, женщины восьмерку. Дальше по сетке проходит только победитель. Серьезные соревнования, к слову, разбавляет концертная программа, которая в очередной раз напоминает, что подобные турниры – это в первую очередь возможность провести хорошо время и найти новых друзей. Вообще турнир очень здоровский. Это и разрядка эмоциональная, физическая, и плюс заряд энергии, позитива. Артисты выступают сегодня. Вообще шикарный турнир сегодня прошел. Я правда проиграла сегодня. Видимо, меня отвлекали. Отвлекалась. На музыку, но все очень здорово. Кстати, для людей с ограниченными возможностями польза от бильярда колоссальная. По мнению ведущих хирургов страны, этот вид спорта имеет щадящую нагрузку, но при этом идеально выступает в роли вида отдыха, умственной прокачки, а также социальной и физиологической реабилитации. Спорт всегда важен. Спорт всегда важен. Это движение, учитывая то, что мы не ходим, хоть какая-то разминка, там, некоторые мало занимаются, да. Какая не разминка, не разминка, движение – жизнь. Движение – жизнь. Именно поэтому реабилитация, какая-никакая, проходит у людей. Однако мнение о том, что люди с ограниченными возможностями занимаются спортом только для себя и для своего здоровья, ошибочно. Валерий Копылов, будучи главным тренером Приморской Федерации, уже несколько лет подряд судит турнир и пристально следит за бильярдом среди инвалидов. Говорит, что как-то недооценивать мастерство здесь нельзя, ведь и среди таких людей есть профессионалы своего дела. Я вижу здесь несколько игроков, которые показывают результаты и участвуют на всех соревнованиях. И даже есть люди, которые играют и на полноценных турнирах, где все играют, да, и мастера спорта. Вижу я несколько человек, которыми можно заняться. Через 3-4 года они покажут хорошие результаты, даже на мировом уровне. В целом же турнир в очередной раз совместил в себе приятное с полезным. Победители получили подчетные призы, а остальные участники – важный опыт и моральное удовлетворение. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на восьмом.